Какой очередной шумный батл, возможно, ждёт нас в ближайшее время? Участники группы «Центр» всё ещё могут показывать хороший рэп, а молодые рэперы не всегда делают шаблонную музыку и время от времени удивляют своих слушателей. Об этом и многом другом расскажу сегодня вам я, Игорь Ерёмин, в свежем выпуске «Рэп Ньюз». Поехали! Хватит набирать мой номер, я недоступен, не стоят нихуя ваши слова и поступки. Я без сомнений посылаю чёрту эти чувства, что проявляли вы, когда вам что-то нужно. Хотели бы вы увидеть на батле депутата? Вполне вероятно, что вам выдастся такая возможность. Милонов вызвал поперечного на батл. Уж не знаю, как его зовут, да нет, конечно. Кличка Поперечный. Есть вопрос, который требует незамедлительного, так сказать, face to face. Не будете ли вы столь любезны встретиться и обсудить ряд актуальных вопросов? Я вызываю вас на батл. Ну и посмотрим, не обкекаетесь ли вы на этот батл. Спасибо. Ранее депутат вызывал ловца покемонов Соколовского. Бросив вызов, Виталий предложил блогеру из Екатеринбурга сразиться с ним на батл-шоу. Депутат Государственной Думы, вызывая скандально известного ловца покемонов в храме, в своём обращении пообещал, что после встречи с ним тот сможет очиститься от всего либерального шлака, срама и гомосексуализма. Приходи на ютуб-канал Real Talk, и тогда ты узнаешь, где зарыта собака, ты узнаешь, где она порылась и кто её закопал. А в сентябре 2017 года Виталий Милонов назвал рэп-баттлы музыкой помоек и предложил расстрелять таких рэперов, как Оксамирон и Гнойный, видеобаттл о которых за месяц до этого побило все мыслимые рекорды по просмотрам. Теперь же он решил, что нужно забаттлить Поперечного. Правда, свершится ли баттл вообще, неизвестно, ведь Поперечный всё ещё находится в раздумьях. Ну а Милонов уже побывал в таких передачах, как Big Russian Vos, шоу Газлайф и Real Talk с Птахой, и решил не останавливаться на достигнутом. На этот раз чести поговорить с депутатом удостоились чейн, беседы о наркотиках, геях в барбершопе и обзор русского рэпа от депутата Государственной Думы Виталия Милонова. Уберите руки. Что вы скажете? Он живой вообще? Судя по фотографии, он мёртвый. Он в состоянии Омега. Проон. А чё он голый? В трусах. У неё одежды нет, что ли? Чё он как дешёвая проститутка? Фотографироваться как дешёвая девка из борделя нельзя. Это не для пацана. Рэпер Идан, более известный под псевдонимом Сифо, участник лондонского Крю Гринпарганг, выпустил новый EP «Плод моего воображения 2» «Вакуум», который является продолжением релиза «Плод моего воображения». С момента выхода последней пластинки Сифо прошло уже больше года, а исполнитель лишь изредка выпускал новый материал. Смена псевдонима обусловлена тем, что рэпер уже перерос всё то, что было связано с никнеймом Сифо. В итоге он решил остаться при своём имени Иден. Поэтому на обложке «Плата 2» означается именно этот ник. Сам артист отмечает, что вторую часть он писал в попытке самому как-то расслабиться, затрагивал ненапряжённые темы и настраивал себя на позитив. На релизе уместилось шесть треков, а среди гостей отметились Маркул, участник Дэд Дайности, новый Роман Трой. Концепция сиквела весьма интересна. Если первая часть — это камбэк в попытках найти себя в чужой стране, а плод здесь как метафора, мол, мы все в одной лодке, то во второй части Англия — остров, с которого нужно как-то и на чём-то уплыть. Вот что символизирует в данном случае плод — средство передвижения на пути к своей мечте. Почему не я? Через Венеру до Меркурия. Медленно, но верно и уверенно, вылетаю к солнцу и опережаю бурью. Наблюдаю, как дым превращается в дизель, им заправляются жизни. Наблюдаю, как мир превращается в бисер, он помещается в пиксель. Также в начале июля артист выпустил клип на композицию «Мой круг» с этого же EP. В нём нет ни полуголых девушек, ни крутых тачек, ни фейерверка из денежных купюр. Всё выглядит очень интересно и со смыслом. Экс-участник группы «Центр», ныне участник дуэта «Гусли» Слим, выпустил экранизацию трека «Во все тяжкие» с релиза «Место под солнцем», который неслабо удивил звучанием поклонников его творчества. Дела нормально, огну свою линию в нужный узор, но почему-то в машине включаю грустный музон. В стекло подмигивает стробоскопом светофор, пока ты где-то под минимал прогибаешь танцпол. Пока Гуф в своих клипах угрожает малолетним коллегам из новой школы, хвастается новой цепочкой и снимается в рекламе казино, Слим появляется в роли писателя или поэта, создавая простую историю трагичной любви и криминала в ретро-стилистике. Клип представляет собой небольшую зарисовку об отношениях пары, история которой заканчивается весьма трагично. Слим же в роли творца комкает готовый лист с текстом и пишет новый финал. Задумка очень интересная. Победитель третьего сезона Versus Fresh Blood, T-Raps, выпускает свой дебютный альбом под названием Friday, напрочь сломав стереотипы о том, как должен звучать Battle.MC. Альбом включил в себя 7 треков, и все они звучат совершенно по-разному. Здесь и поп-панк с минимал трэпом, и лирика, и музыка для того, чтобы немного подэнсить. По словам Артема, каждая из композиций призвана стать легким саундтреком к типичной пятничной вечеринке. И с этим можно согласиться. Весь альбом пропитан беззаботностью веселого летнего вечерка, и подойдет под любой вкус и настроение. Сварим френд-зоны, нарежем пошлой молли, докинем холд Клауда для вкуса, и для пикантности добавим щепотку «Руки вверх». Опа, и Т-рэпс готов. Но я свежий и бодрый, я свечусь, как никто тут. Вытер губы, а в руках кинул в мусор дабл-кап. Стал парфюмом в перегар, но беда не велика. В белоснежную ванну плюю скопившимся ядом. Зубная паста на завтрак, и со мной полный порядок. Егор Натц, исполнитель, имя которого появилось откуда-то из недр интернета, но он уже успел покорить сердца многих, плотно засевших в их плейлистах. Презентовал он новый альбом «Убегу». Я как папочка из кившего бога, на жертву неудачных абортов. Если это жизнь просто опа, то я буду ставить их пока вовсе не сдохну. Стопы гуляют, попадай коник, уловлю тупые взгляды людей, что так и не поняли. Мне тоже даже мне не прикольно, но я чувствую боль, и так как бы не было больно. Ну, очень чувственный релиз, с глубокой лирической составляющей и нежным вокалом. Он непременно будет пользоваться успехом среди представительниц женского пола. Альбом станет интересен и тем, кто ценит душевные песни, под которые хочется размышлять, сидя в комнате или прогуливаясь на природе. Молодой и перспективный нац привносит в музыку нечто новое и способен покорить новые вершины. А его фан-база, которая стремительно растет, только поддерживает Егора во всех его начинаниях. Ну, а у нас растет фан-база нашего мини-дайджеста, так что переходим к нему. Сразу же после выпуска своего мерча «Биомусор» Элджей решил порадовать своих слушателей новым бенгером. Давать этому треку статус хит торопиться мы пока не будем, но то, что он будет на слуху, по крайней мере, до конца этого лета, гарантируем. Мы так далеко, дышит темная сторона, время тает не удержать, и такая, что нет услуг. Лучший рэпер последнего тысячелетия Хан Замай удивляет своей продуктивностью. С момента выхода предыдущей работы прошла всего неделя. И кажется, мы стали забывать, кому принадлежит звание самого хардкорного рэпера. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Помните о колокольчике под видео, чтобы первыми реагировать на появление новых выпусков. С вами был Игорь Еремин, проект Рэп Ньюз. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok